Славная осень! Морозные ночи, ясные, тихие дни. Нет безобразия в природе и кочи, и маховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием луги, всюду родимую ручку на юг. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю, думу свою. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. И именно ему и его произведение посвящена наша сегодняшняя встреча. В биографии Некрасова интересных фактов из жизни известно немало. Детство писателя прошло в достаточно тяжелой атмосфере. Отец, отставной палочек Алексей Некрасов, был человеком жестоким и деспотичным. Полной противоположностью отца была мать Некрасова, Елена Николаевна. Она была прекрасно образованной, утонченной женщиной. Сын безмерно восхищался ей и боготворил. Получив домашнее образование, в 11 лет Николая отправляют учиться в Ярославскую гимназию. Учился он там, неважно, плохие отношения с отцом привели к полному разрыву. Он ослушался родителя, который прочил сына с детства в военную службу. И сбежал в северную столицу для того, чтобы стать военнослужителем на филологическом факультете. Отец лишил его материальной поддержки, и он вынужден был тяжело работать. Голодь, нередкое бродяженство, отсутствие постоянного заработка – вот путь к заветной цели. Он писал в 40-е годы, в ту тяжелую пору, когда крепостное право стало невыносимым для русского народа. Некрасов был поэтом-реалистом. Он раскрыл перед читателями картины из жизни народа и изобразил убогую деревню с ее нищетой и печалью. Стихотворение «Железная дорога» посвящено строительству первой железной дороги в России. Она должна была соединить Москву и Петербург. Работы должны были быть завершены в короткие сроки. С пронзительной тоской стихотворений автор показывает, как голод согнал массы народные на строительство дороги. Некрасов описывает каторжный труд и нечеловеческие условия существования. Демонстрирует поведение чиновников, показывает жестокую эксплуатацию народа. Говоря о том, что для процветания нашей Родины гораздо больше сделали русские мужики, рабочие и крестьяне. Следующая поэма, о которой мы поговорим, это поэма «Крестьянские дети». История создания поэмы тесно связана с детством Некрасовым. Он вырос в умении отца помещика. Барский сын не сцедился играть с крестьянскими детьми, а наоборот. Ему это очень нравилось. Он принимал участие во всех забавах ребят и описал это в поэме. Кроме того, в поэме возникает проблема образования, которая поднимает Некрасов. Крестьянские дети лишены возможности учиться. Они не знают книг. Но рядом с бесконечной работой дети не теряют жажды к жизни. Они не разучились радоваться мелочам, что попадаются на их пути. Их путни полны ярких и теплых эмоций. Начинается поэма с того, что в деревню приезжает виллический герой, который любит охотиться и пишет стихотворение. И вот он после охоты засыпает в сарай. И просыпается от того, как видит, что за ним наблюдают крестьянские ребятишки. Они заметили его, увидели, что он спит и начинают его обсуждать. Что он, кто он, его внешний вид с небольшой такой опаской. Мужчина не подал вида, что увидел ребят, и прислушался к их шепоту. Перешептывались дети. Когда увидели, что он проснулся, они удалились. Заканчивается поэма оптимистично. Лирический герой показывает ребятам, что умеет его пес. Дети с удовольствием наблюдают за этими штуками. Но к барину подойти все-таки не осумериваются. Главная мысль произведения можно сформулировать так. Детство крестьянских детей счастливое, полное ярких впечатлений. Но без наук их ожидает невеселая участь в будущем. Следующая поэма. Поэма Некрасова «Русские женщины». Она занимает особое место в его творчестве. Это произведение повествует о женах декабристов, которые отправились в сибирскую каторгу, чтобы поддержать своих мужей. Однажды Николай Некрасов познакомился с Михаилом Волконским. Они вместе охотились и вели долгие разговоры, во время которых он узнал, что родители Волконского, что его отец был сослан в ссылку на каторгу, и его мама, я раздумывая, поехала вслед за ним. Николаю Некрасову была очень интересна тема декабристов. Он стал собирать любой исторический материал, где только могли даваться хоть какие-то сведения декабристам. За сбором материалов приходилось того, так как дворяне стараются совсем не касаться этой темы. Особенно мало материала было по княгине Трубецкой, где пришлось использовать художественные домыслы с целью отъезда и пути настоящей русской женщины. А образ другой героини, графины Волконской, был воссоздан из небольших записок, которые свято хранил ее сын. Написаны они были на французском языке. И однажды Николай попросил Сергея Волконского прочитать эти записки. Он прочитал, Николай был под большим впечатлением. Поэт задумал свое произведение как единое целое, в котором будет несколько героинь. Изначально их должно было быть три. В его черновиках даже сохранились наброски, это в самой третьей части, где третьим женским образом должна была стать Александра Муравьева. О ней было известно, что в 1732 году эта женщина умерла на Петровском заводе. Но, к сожалению, поэту так и не удалось осуществить этот замысел. Поэтому в поэме две части. Княгиня Трубецкая и княгиня Волконская. Первая часть начинается с момента прощания княгини со своим отцом. Потом повествуется о том, как она едет дорога, что мы на вспоминаем. Дальше идет речь о том, как она встречается с губернатором. И что он пытается отговорить ее от этой дороги. Говорит ей о том, что ее ждут, что ее ждут каторжи, гидраки, разбой, короткое лето и долгая зима. Что она лишится всего. Но Трубецкая не боится ничего и едет к мужу. Вторая часть тоже не менее интересна. Начинается она с того, что Мария Николаевна Волконская. Здесь она встречается со своим мужем. Свадьба. Дальше она вспоминает о том, как однажды ночью к ним вырвались. Что быстро кто-то жгает бумаги. Как муж ее забирает. Позже она узнает, что мужа забрали на каторгу. И говорят ей об этом позже, когда она была беременна. И спустя время она оставила ребенка и поехала к своему мужу. Свидание жен со своими мужьями, с сынами, как раз придает всей поэме завершенность. Теперь сюжет становится чем-то единым целым. Поэт в очередной раз восхищался сам и заставил восхищаться читателей той стойкостью и преданностью, которой наделены русские женщины. Следующее стихотворение это стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Об истории написания его история литературы знает со слов Авдотьи Панаевой. Как вспоминает женщина, осень 1858 года оказала странное влияние на Некрасова. Он подолго смотрел на минусную погоду осени в окно, смотрел на соседние дома и подъезды, на посетителей, жителей и гостей, на дворника, что работал во дворе, на городового, который прогонял палками не брошенных визитеров. В подъезде в Санкт-Петербурге в доме напротив располагалась квартира министра иностранных дел. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Записав свое имя и звание, разъезжаются гости домой, так глубоко довольны собой, что подумаешь, в том их призвание. Поэтому желанных гостей, таких же статусных и богатых, здесь привечали, а нежеланных бедных и несчастных прогоняли. А в обычные дни этот пышный подъезд осуждают убогие лица, прожектеры, искатели мест, и преклонный старик обдавиться от него и к нему, то и знай по утрам все курьеры с бумагами скачут. Возвращаясь, иного напевая трам-трам, а иные посетители плачут. И так начинается поэма, здесь речь идет не о подъезде, речь идет о грустной судьбе крестьян Российской империи, о печальном уделе людей вынужден просить минусы у богачей. Здесь в стихе три части. Начинается это какой-то торжественный день, подъезд к подъезду съезжаются какие-то гости, родственники, какие-то друзья. Конечно, не все визитеры получают дары, кто-то уходит с пустыми руками, а некоторые просители уходят даже с позором, а крестьян вообще прогоняют отсюда палками. Раз я видел, сюда мужики подошли, деревенские русские люди помолились на церковь и стали вдали. Свесив русы и головы в груди, показался швейцар. Да пусти, говорят, с выражением надежды и муки, он гостей облетел. Некрасивый на взгляд, сгорелые лица и руки, армичишка худой на плечах, покатонки на спинах согнутых, крест на шее и кровь на ногах, самодельные лапти обуты. Во второй части открывается история самого богатого господина, к которому все съехались. Но здесь есть речь о том, что он спит и еще не торопится просыпаться, спит в своей роскошной квартире. Третья часть, это говорит, что картина не уникальна, что в этот случай один из сотен и тысяч подобных. Таковы русские реалии. По всей стране, Некрасов дает понять, не стоит тешить себя надеждами, что жизнь сама по себе изменится к лучшему. Богачи не захотят видеть на порогах у парадных подъездах крестьян ни сегодня, ни завтра. Время от времени всем хочется вспомнить какие-то важные моменты в жизни, что-то, что повлияло на нас. Но ведь и писателям тоже хочется вернуться памятью в детство. Николай Некрасов вырос на реках Волги, и именно эта река стала для него чем-то священным, сокровенным, его первым источником вдохновения. И именно возвращение к этому источнику посвящается стихотворению на Волге. В детстве был очень показательный случай, связанный с Волгой. Однажды маленький мальчик Коля увидел идущих вдоль берега бурлаков. А это кто такие? Это крестьяне или наемные работники, которые тянули вверх по течению реки, такие корабли, суда, такие корабли назывались расширами. Корабли не могли пройти против течения на парусах, и гребцы не справлялись с могутим течением рек, поэтому корабль буквально тащили на ремнях вверх по течению. Можете себе представить, какой это был тяжелый труд. Не слишком большая группа людей, они назывались артели, и они, борясь с течением, под палящим солнцем, час за часом двигают тяжеленный корабль, а ноги их вязаны в песке, лярки натирают плечи, кто-то проваливается в топокое место. И, несмотря на тяжесть такого труда, в бурлаки нанимались даже женщины, ведь это была возможность заработать хоть какие-то деньги. Кстати, художник Рейдин изобразил такую картину «Бурлаки на Волге». Здесь вот видно, как эта небольшая группа людей тащит корабль. То, что увидел маленький Коля на Волге. Сначала начинается с того, что Некрасов рисует образ безмятежного прекрасного детства. У героя дурачится, играет, и в этот мир мечты вторгается группа и действительность. А что такое этот мирный похоронный крик? Бурлаки должны выкинуть корабль в определенном ритме, и поэтому они вскрикивали «Эй, ухни!» то пели другие песни. Герой еще слышит разговоры бурлаков и понимает, насколько страшна их жизнь. Они настолько измучены, что смерть им кажется желанной. Другой с болезненным лицом ему ответил «Эх, напасть, когда бы сажило плечо, тянул бы лямку, как медведь, а как бы к утру умереть, так лучше было бы еще». И мы видим, как заканчивается этой встречей безмятежное детство героя. Он настолько поражен, что переживает горячку, но приходит на берег Волги все снова и снова. Впрочем, только ли бурлаки в их судьбе некрасов покид судьбу всего русского народа, и его горечи, и его покорности. И образ бурлака становится образом русского народа, его горести, его долготерпения. Следующий поэм, о котором мы поговорим, это поэма «Дед Мазай и Зайцы». Сюжет поэмы основан на реальных событиях, произошедших в Вятской губернии. Поэт описал наводнение, случившееся в 1869 году в Слободе Дымково. В давних времен жители Дымково занимались мясным кролиководством. Слава о дымковском кролике гремела на всю страну. В 1868 году на ярмарке в Нижнем Новгороде демонстрировался дымковский кролик Фердинанд. Весом более 7 килограмм. Его хозяином был Мазай Таран. Он имел в хозяйстве и других кроликов. Размеренная жизнь дымковских кролиководов была нарушена стихийным бедствием, которое случилось в 1869 году. Процесс разрушения карстовых пород привел к понижению уровня правого берега в Вятке на 12 сантиметров, что вызвало затопление Дымково. Наводнение явилось так полной неожиданностью для жителей. И за каких-то 2 часа почти все поголовье кроликов, смытых волной, включили многоводные вятки. Единственным, кто пытался спасти кроликов, был Мазай Таранов. Он 2 дня искал своего кролика Фердинанда. И он обнаружил его дрейфующим на ящике. Попутно Таранову удалось спасти десяток кроликов. Вода спала через неделю, а происшествие вызвало немалый резонанс в местной прессе. Молва о стихии докатилась до столицы. В юническом номере Санкт-Петербургских ведомостей была опубликована заметка «Мясо заводчик Мазай Таранов спас зайца», послужившая исходным материалом для стихотворения Некрасова. Таранов попытался восстановить процесс выведения дымковских кроликов, но в результате пережитого стресса спасенные Мазайом кроличихи потеряли способность к размножению. В дальнейшем они были употреблены в пищу, а Фердинанд умер собственной смертью в 1871 году. Так исчезло чудо-порода дымковских кроликов. Без любимого дела Мазай Таранов с горя запил, что и явилось толчком к осознанию им своего дара лепки и росписи глиняных игрушек. Поначалу он лепил только зайц, а затем стал лепить бабу с коромыслом или бабу с козлом. К своему обличению он обучил жену, детей, родственников и других жителей деревни. Со временем все тут способное население слободы лепило глиняные игрушки, с которыми и стало вскоре ассоциировано с названием дымкова. И по сей день дымковская игрушка является одной из визитных карточек вятки. Известно, что Некрасов познакомился с прототипом Мазай. От него он услышал рассказ о весеннем бабочке, во время которого охотник спас зайцев. И в красочной форме автор передал историю об охотнике и зайцев, упомянул традиции и особенности крестьянского быта. Легкое для восприятия произведение вошло во множество детских изданий и было дополнено красочными иллюстрациями. По Ватимуу стихотворение также снят мультипликационный фильм. История создания «Кому на России жить хорошо» начинается в конце 1850 года, когда Некрасову приходит в голову замысел масштабного произведения эпопеи, суммирующего весь его творческий и жизненный опыт поэта-революционера. Автор долгое время собирает материал на основе как своего личного опыта общения с народом, так и сатературного наследия своих предшественников. Творческая история «Кому на России жить хорошо» насчитывает почти 14 лет интенсивной работы автора, сбора материала, подработки, переработки образов, коллектировок. По замыслу автора, герои, встретившись неподалеку от своих деревей, должны были совершить путешествие через всю губернию, а в конце, до этого Петербурга, будучи в пути, они беседуют с паповым помещиком-крестьянкой. В Петербурге путешественников должен был ждать встречи с чиновником, купцом, министром и самим царем. Тяжелая болезнь Некрасова заставила его отказаться от первоначального замысла поэма, согласно которому она должна была включать в себя, помимо карфель деревенского быта, сцена петербургской жизни. Но история, написанная, была прервана в 1877 году со смертью писателя. Предчувствие приближения гибели, Некрасов говорит, одно, о чем сожалею глубоко, это не кончил свою поэму «Кому на России жить хорошо». Понимая, что болезнь не оставляет ему достаточно времени для совершения надуманного, он вынужден изменить свой начальный замысел. Он быстро вспугит повествование к открытому финалу, в котором, однако, все же демонстрирует одного из самых ярких и значимых своих героев, разносчицу Гриши Доброслона, мечтающего о благе и счастье всего народа. Именно он, по идее автора, должен был стать тем самым счастливцем, которого ищут странники. Но не имея времени на подобное раскрытие его образа и истории, Некрасов ограничился намеком на то, как должна была быть закончена эта масштабная эпопея. В марте 1877 года из печати вышел сборник, который поэт назвал «Последние песни». Сборник «Последние песни» — это поэтическое завещание, в котором Некрасов как бы подводит итог своей жизни. Когда в печати появились первые стихи этого сборника, читатели узнали о тяжелой болезни поэта, и со всех концов страны к нему стали приходить письма с выражением сочувствия. Вечером 27 декабря 1877 года Некрасов скончался. Поэт Некрасов — это человек с большим сердцем, наполненным любовью к простым людям, крестьянским детям, крестьянским матерям, бурлакам, ко всем уклетенным и обиженным. Дорогие друзья, в нашей библиотеке есть книги Николая Алексеевича Некрасова. Приходите к нам, ждем вас у нас. До свидания и до новых встреч!